Слава Богу за это время Что Бог ожидал от них. Как важно в нашей жизни начало. Аминь. Есть человеческое начало, а есть Божье. Интересно, что послание евреям, 7 глава, 3 стих, там описаны такие слова. Слава Евреям, 7, 3. И написано, без отца, без матери, без родословия, не имеющий ни начала дней, ни конца жизни, уподобляясь Сыну Божьим, пребывает священником навсегда. Знаете, начало в Боге и человеческое начало – это разные вещи. Человеческое начало – это когда мы рождаемся на эту землю и когда мы уходим. Но интересно, что Бог, Он безначальный, Он был всегда, Он всегда будет и Он никогда не закончится. Аминь. Однажды, 30 лет назад, люди Божьи приехали сюда, в наш город. И знаете, интересно, что наш город был в сердце Бога всегда. Всегда каждый из нас был в сердце Бога. От начала творения, от начала сотворения. Когда ты начинаешь размышлять о том, что мы были в сердце Бога всегда, еще до того, как мы появились на эту землю, еще до того, как мы появились на этот свет. Он думал о нас, Он мечтал о нас, Он ожидал каждого из нас, когда мы родимся. Он ожидал нашего спасения, Он ожидал, что мы будем, продолжает ожидать, что мы будем вместе с Ним на небесах. Аминь. Это и есть сердце Бога, это Его желания, это Его мечты, это то, что номер один в Его сердце. Аминь. Он знал, что будет Он провидец, Он знает наперед. За что все, что тебе нужно, все, что, знаете, как люди ожидают иногда порой что-то начать. Но все, что тебе нужно, есть в тебе, есть внутри тебя, потому что Бог заложил в тебя еще от твоего рождения все, что тебе нужно. Я хочу, чтобы мы сегодня поразмышляли о перемене восприятия, о перемене восприятия. Вы знаете, Бог, как мы сказали, Он безначальный. Он уже знает наперед, Он уже знал наперед, как Он говорил пророку еще прежде, нежели ты появился в утробе матери. Я соткал тебя, я сотворил тебя, я поставил тебя пророком над народами. То есть, другими словами, Бог уже знал наперед твою жизнь, Бог уже знал наперед все, что тебе нужно. И Он вложил в тебя все, что тебе и мне нужно. И некоторые люди сегодня задают вопрос, как начать дело, как начать бизнес. Но если ты не знаешь, как его начать, то тебе не нужно его начинать. Потому что ты еще не соприкоснулся с безначальным, у которого есть план на твою жизнь. Аминь. И когда ты прикасаешься с безначальным, когда ты прикасаешься с тем, кто знает абсолютно все, то ты начинаешь понимать, как и что тебе нужно делать. Если ты молишься о том, как начать служение, но ты еще не знаешь, как начать твое служение, то все, что тебе нужно, прикоснуться к безначальному, и Он направит тебя. Иногда порой бывает так, что ты думаешь, как начать служение, и Бог начинает прикасаться к тебе. И ты знаешь, как это делать? Или человек задает вопрос, я помню, у нас один брат, как только покаялся, он постоянно, все его вопросы, как жениться, ну как же выйти замуж, как жениться, как жениться, где ее найти, где она ходит, где эта сестра, и он со всеми советовался, куда не поедет, он задает вопросы, как жениться, где ее найти, какие критерии, как искать, как это делается. И он постоянно из года в год, как вот с ним не едешь на машине, он постоянно задает вопросы, или он кого-то подвозит из пасторов, он постоянно задает эти вопросы, как это делать, или гости к нам приезжают с других городов, он подвозит их и постоянно задает одни и те же вопросы, как же мне жениться, как же мне найти ту единственную, что скажете, что посоветуете. и он получал постоянно 100 тысяч, я не знаю, сколько там ответов на его вопросы, но он так и не мог это сделать. И ты знал, что сейчас вот идет брат, и он будет тебе опять задавать эти вопросы, и ты уже садишься, ты уже понимаешь, ты уже понимаешь, что ты ему уже говорил, отвечал на это, ну еще раз, еще раз, и помолиться еще раз, и еще раз его ободрить. В итоге, в свое время, он женился, у него замечательные дети, и он знал, что ему делать. Когда он прикоснулся с безначальным, он знал, что ему делать, он знал, как ему поступать. Я пришел в церковь в 96-м году, но я ходил по воскресеньям, но не каждое воскресенье. Я приходил в церковь на служение, я видел, слышал классные проповеди, видел, как пастора проповедуют. Мне очень нравилось, но я не пережил встречу с Богом. Меня мама все время выталкивала вперед на покаяние. Когда был призыв в конце проповеди, я боялся этого времени, а потом уже понял, надо уходить из зала вовремя, пока покаяние, призыва покаяния нет, пораньше выходить. И когда я слышал слова, если ты еще не примирился с Богом, я на этих словах старался уже вставать и тихонько уходить. И все время мама, когда я не уходил, она меня все время «иди, выходи!» и все начинали видеть, что она же меня начинает. И я понимал, что сейчас начнется движение вокруг меня, и все начинали оборачиваться. «А, давай, 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 иди, выходи, выходи!» И я выходил, и я повторял молитву покаяния, и я уходил. И как в песне поется «Каким ты был, таким ты остался», вот так я ходил 4 года. 4 года. И вот в 2000 году был призыв идти в библейскую школу, и мой брат пошел, и я как бы пошел его поддерживать, помогать брату учиться в библейской школе. И придя в библейскую школу, я пережил встречу с безначальным. Стоя на молитве поклонения, стоя просто славе Бога, я начал просто каждое слово пропускать через свое сердце. Я начал работать над собой, начал работать, как мы сейчас пели песню «Славь душа Господа». Начал говорить своей душе. Начинай это делать. Ты видишь, что все славят Бога, ты видишь, что все это делают. И я был такой человек, если я что-то начинал делать, я всегда это делал, ну, искренне. А если где-то есть какая-то неискренность, я никогда этого не делал. И вот я учусь в библейской школе, думаю, вот третий день хожу, а вот это не мое. Вот они славят Бога, им классно, им нравится, они поднимают руки, а я и так руку подниму, и так руку подниму. И, ну, не то. Я думаю, вот если сейчас что-то не произойдет в моей жизни, то я просто уйду, потому что я не хочу быть нечестным ни с собой, ни с Богом. И я начал говорить своей душе, славь душу Бога, начинай повторять слова, начинай от всего сердца, начинай это делать. И я начал искренне каждое слово к себе, каждое слово песни прилагать к себе, к своей душе, к своему сердцу. Начал петь, и вдруг Бог пришел, и вдруг все изменилось. Я просто упал там, где был, и просто плакал, и плакал. Я понимал, что Бог прикоснулся ко мне. Бог прикоснулся. Пережил встречу с безначальным, у которого был план на мою жизнь, у которого понимание, что я должен делать, как я должен жить. До этого вся жизнь была в моих руках, я пытался, как понимал, как думал управлять своей жизнью, и все это управление привело меня к банкротству. Но когда отдал свою жизнь в руки безначального, то он включил в свой совершенный план меня. Этот план, он был всегда, но я увидел его тогда, когда пережил встречу с ним. Интересно, я хочу, чтобы мы с вами открыли местописание Матфея, 17 главу. Евангелие от Матфея, 17 глава. Это время, когда Иисус преобразился на горе. «По прошествии дней шести взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна, брата его, и возвел их на гору высокую одних. И преобразился пред ними, и просияло лицо его, как солнце, одежды же его сделали белыми, как свет. И вот явились им Моисей и Илья с ним беседующие. При всем Петр сказал Иисусу, Господи, хорошо нам здесь быть. Если хочешь, сделаем здесь трекущий тебе одну и Моисею, одну и одну Ильей. Когда он еще говорил, облако светлое осенило их, и глаз из облака глаголящий, сея сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение, его слушайте. И, услышав, ученики пали на лица свои и очень испугались. Но Иисус, приступив, коснулся их и сказал, встаньте и не бойтесь». Преображение. Иисус преобразился. Иисус, здесь написано, что просияло лицо его, как солнце, и одежды сделались белыми, как свет. Что-то произошло, когда братья Петр, Иаков и Иоанн посмотрели на Иисуса. Что-то произошло. Они увидели Иисуса, они увидели, как Он говорит с Моисеем, с Ильей, они увидели, как Он говорит с Богом, Отцом Небесным. И они начали изумляться, они начали удивляться. И когда голос с неба начал говорить к ним, они очень испугались. Что-то произошло. Что-то произошло внутри их сердца. Они три года были с Иисусом, они ходили за Ним, они всегда видели Иисуса, они всегда видели чудеса, они видели, что делает Иисус, они видели, как Он исцеляет, они видели, как Он воскрешает, они видели, как Он кормит людей, пять тысяч человек, хлебами и рыбами. Они видят это все. И здесь они начинают видеть Иисуса, лицо которого сияло, одежды которого стали белые. И они очень испугались, что произошло. Произошла перемена их восприятия. Разве Иисус изменился? Нет. Разве видение Иисуса спасать людей в этот момент изменилось? Нет. Разве Он перестал делать то, что Он делал всегда? Нет. Все, что произошло, изменилось их восприятие. Изменилось их отношение. Знаете, я как-то подумал, у меня пришла в какой-то момент такая мысль. Мы смотрим в интернет, смотрим там разные проповедники, такие креативные все. Они одеваются так креативно, они стригутся креативно, они красятся где-то, еще что-то, смотришь на них, ну надо же, какие креативные, надо же, какие они, и такое все креативное, креативное, и думаешь, ну, наверное, надо стать креативным. Но знаете, на самом деле, люди ко всему привыкают. Какой бы ты ни был, люди привыкнут. Вопрос не в том, что ты должен стать креативным, вопрос в том, что должно измениться твое и мое восприятие к тому, что мы видим, к тому, что мы переживаем, к тому, что мы слышим от Него. Разве Иисус перестал быть тем, кем Он был три года назад? Нет. Но просто изменилось их восприятие, они увидели то, чего раньше не видели. Вы знаете, если бы у нас на служении с вами каждый день, каждый день, каждое служение приносили бы мертвых людей и ложили бы здесь гробы, и каждое служение бы эти люди вставали, каждое служение бы пастор подходил и молился, и эти бы люди вставали, уходили, и каждое воскресенье бы люди мертвые встают, уходят, встают, уходят, воскресенье, мы бы видели каждый день воскресенья, Как вы думаете, мы бы каждое воскресенье удивлялись? Нет. Мы бы привыкли. Мы бы привыкли с вами. Если бы в течение 30 лет люди бы каждый четверг, каждую среду, каждое воскресенье, каждый вторник на ячейках приносили бы людей мертвых, и они бы воскресали и шли бы домой. Мы бы с вами к этому привыкли. И вот ученики, они привыкли к Иисусу, они привыкли к тому, что происходило в их жизни, они привыкли. И вот Он меняет их восприятие. Порой за 30 лет мы с вами привыкаем к нашему пастору, мы привыкаем к тем чудесам, которые есть, к тем свидетельствам, которые порой мы слышим с вами, когда здесь свидетельствуют братья и сестры, когда мы смотрим с вами прямые эфиры в 21.00. Каждый день, каждый вечер мы слышим свидетельства того, как Бог что-то делает, кому-то исцелил, кому-то помог жильем, кому-то помог во время молитвы церкви. Мы слышим эти свидетельства постоянно, и мы привыкаем. И вот я ходил с 96-го года в церковь, и я просто ходил, и я просто считал, ну вот так и надо просто ходить, просто вот приходить, чтобы Бог не огорчался, чтобы мама не огорчалась, что я не хожу, что я вот такой, чтобы люди не огорчались, что я вот такой злодей, вот живу на этой земле, и ничего доброго не делаю, чтобы, и мы пытаемся как-то, но все, что Бог ожидает от нас, чтобы мы изменили наше восприятие, наше отношение к тому, что сегодня есть. Аминь. И Он меняет их восприятие, и они смотрят и говорят, слушай, ну хорошо нам здесь, хорошо, давай трекущий, давай останемся здесь, давай никуда не пойдем. Порой мы приходим в церковь, потому что нас привели за руку. Порой, когда молитва, ну слушай, ну молитва, ну это, ну слушай, у меня дела. Наше восприятие, оно неправильное. Но когда Иисус преображается пред ними, они начинают Его видеть таким, какой Он есть. Он меняет их восприятие, Он меняет их отношения, Он изменяет их, как важно нам с вами, чтобы Бог поменял наше восприятие того, что мы переживаем сегодня. Та церковь, которой сегодня 30 лет, чтобы мы увидели то, что видит Господь. Разве Бог, разве Иисус, Он переставал общаться с Отцом Небесным? Нет, Он всегда уходил на гору, Он всегда имел это общение с Отцом, Он всегда имел отношение, общение с Духовным миром, Он всегда, это было в Его жизни, Он не изменился, просто ученики что-то увидели, и им стало нравиться быть с Иисусом, им стало нравиться молиться, стало нравиться, они говорят, как хорошо, как классно здесь, как приятно, как классно быть в Доме Божьем, как классно слышать Слово Божие. Иногда порой, когда мы слышим, что надо читать Библию, да, Слово Божие, да, классно, надо читать Слово Божие, и тебе говорят, читай Слово Божие, читай Слово Божие, и ты как бы заставляешь себя это делать, ты заставляешь себя читать, да, надо читать, я же христианин, надо каждое утро, каждый вечер, каждый день, надо читать, или тебе говорят в семье, слушай, мы что-то давно вместе не молились, что-то как-то, и ты думаешь, да, надо как-то начинать молиться, надо как-то это сделать, надо как-то вот почему-то мы забываем вместе с семьей утром, днем, вечером помолиться, как-то вот бывают такие моменты, ну как же так? Но когда Бог приходит в твою жизнь безначально, Он начинает менять твое восприятие, и когда ты начинаешь открывать Библию, ты видишь там, что начинают общаться с тобой мужи Божьи, как там, как написано, что Моисей и Илия общались с Иисусом Христом, и ты начинаешь открывать Слово Божие, и с тобой начинают общаться, Давид начинает открывать свое сердце тебе, Иисус Навин начинает говорить тебе о той важности и стратегии, которая должна быть, чтобы делать то, к чему Бог тебя призвал, быть твердым, быть мужественным, Иисус Навин со стороны Библии начинает вдохновлять тебя, будь мужественным, будь твердым, и ты открываешь, и ты начинаешь смотреть пророчество на свою жизнь, на свою семью, на свое видение, ты начинаешь видеть это, и Слово Божие, оно перестает быть для тебя обычным каким-то скучным словом, оно начинает оживать внутри тебя, оно начинает говорить твою жизнь, оно начинает поправлять и корректировать тебя, потому что мужи Божьи начинают говорить твою жизнь, жены Божьи начинают поправлять тебя. Я хочу, чтобы мы сегодня в церковь молились о том, чтобы Бог поменял наше восприятие. Мы иногда хотим, хотим, вот знаете, вот молодые люди, они хотят создать семью, и они не знают, что делать, они не знают, как начать. Но разве они никогда не были в семье? Разве они никогда не жили среди мамы и папы? Разве они не видели? Они, живя в семье, они привыкли к родителям. Родители, они каждый день со мной, мама, папа каждый день, они всегда со мной. Зачем мне запоминать, как они ведут себя в той или иной ситуации? Зачем мне вот это нужно вникать в это, понимать это? Мне это не надо, я потом женюсь, у меня будет свое. Но когда ты находишься в семье, как важно тебе видеть, как отец реагирует, как мама реагирует, какие у них взаимоотношения. И когда мы начинаем думать, мне нужна семья, и ты ничего не знаешь. Но как ты не знаешь? Ты же вырос в семье. Разве ты не знаешь, что такое семья? Разве ты не знаешь, как поступать? Нет, не знаю. Потому что ты привык к своей семье, и твое отношение к родителям стало обычным. Но это не обычные люди. И когда они уходят из жизни, ты начинаешь слушать. Это был такой важный человек в моей жизни, и я пропустил. Почему? Потому что ты привык. Так же и в Доме Божьем ты и хочешь служить. Но ты же 30 лет уже в Доме Божьем, и ты всегда на служении. Ты знаешь, как служить Богу. Ты знаешь, что нужно делать. Но ты как-то не обращал внимания, как ведут себя группа порядка. Ты не обращал внимания, как ведут себя служители, как ведут себя пасторы, как они относятся к людям, как они... И ты никогда это не запоминал, потому что ты привык. И ученики так же привыкли к Иисусу. Но знаете что? Бог хочет, чтобы мы из видимого научились жить невидимым. На той неделе был праздник Троицы, день Пятидесятницы, сошествие Духа Святого. Когда Дух Святой сошел на учеников, когда Иисус Христос на сороковой день вознесся, то через 10 дней Дух Святой сошел на учеников. Иисус все время был с ними. И они жили, находясь с Иисусом. Вот Он с нами. Он скажет, что делать. Он знает, что делать. И они как бы не переживали, они не думали, что они могут остаться одни, что однажды им придется... Иисус же говорил, что вам надо достигать людей, вам надо проповедовать Евангелие. Идите, научите все народы. Идите, проповедуйте. Бесов изгоняйте, больных исцеляйте, мертвых воскрешайте. Даром получили, даром давайте. Идите, и они идут, возвращаются потом. Бесы уходят. И Он начинает поправлять их. Он начинает учить их служению. Но когда Иисус на сороковой день возносится, они... А что сейчас? Как нам теперь? Как нам теперь дальше двигаться? Иисус, Он вознесся. Что делать? Как нам жить? Как нам быть? И Иисус вознесся. И Он говорит, теперь вам надо научиться жить невидимым. Жить невидимым. Вера есть оштущение ожидаемого и уверенность в невидимом. И про Моисея написано, что Моисей, как бы видя невидимого, был тверд. Видя невидимого, был тверд. Помните, когда евреи вышли из Египта? То написано, столб облачный днем и огненный ночью вел их. И они, видя эти столбы, они шли за ними. Они ели манну, которая падала и была явно видима для них. Они насыщались этой видимой небесным хлебом, небесной манной, хлебом, сшедшим с небес, ангельским хлебом. Они питались, и этого было достаточно для того, чтобы жить, для того, чтобы быть достаточно энергичными людьми, сильными людьми веры, людьми видения. Они шли за этими столбами. И Моисей каждый день, проповедник, каждый день был с ними тот, кто поправлял, наставлял, направлял, который помогал, вдохновлял их. И вот они переходят через Иордан, и вот они оборачиваются назад. А где столб? Все, нету столба. А где манна? Нету манны. А где Моисей? Нету. А как нам теперь жить? Впереди такое видение завоевывать всю землю? Впереди Ерехон, впереди города, впереди земля обетованная, которую нужно завоевывать. А где те видимые вещи, за которыми мы шли всю жизнь? Я всю жизнь видел эти вещи, я всю жизнь шел за тем, что видно. Я всю жизнь, и мы иногда порой не знаем, как нам быть, потому что мы привыкли жить видимым. И когда мы перестаем что-то видеть, мы перестали, о, а где, а где вот это чудо? А где вот это чудо? А где вот то чудо? А где, а где столб облачный? А где столб огненный? И появляется такое искушение думать, что Бог в столбе. Или такое искушение думать, что Бог двигается только за столбом облачным, потому что если его нету, то и Бог перестал двигаться в нашей жизни. И мы начинаем думать, что если этого нету, то куда-то Бог подевался. Но на самом деле Бог никуда не подевался. Он сказал ученикам, будьте единодушны вместе, сойдет на вас Дух Святой. И вам придется самим уже делать стратегию, вам уже придется самим служить, вам уже придется самим делать то, что вы однажды видели в своей жизни, то, что вы однажды пережили в своей жизни. Вам это надо делать самим. И там интересно, что перед тем, как Дух Святой сошел, Петр начинает понимать, Иисуса же нету. Но нам надо, нам нужна видение и стратегия. Он говорит, давайте соберемся вместе. И они собираются. Петр встал и начал говорить, слушай, вот нас 11. Иуда ушел, но мечта Иисуса, чтобы нас было двенадцать, и они начинают бросать жребий, ставят двух братьев Иосифа и Матфея, и они начинают бросать жребий, кто же будет двенадцатым? Надо принимать решения, нам надо уже что-то делать, мы перестали быть людьми, которые принимают решения от Духа Божьего, нам надо Духом Божьим двигаться, нам надо принимать решения и стратегию в нашем служении. И они бросают жребий, и выпадают на Матфея, и они молятся за Матфея, и он становится двенадцатым, и они в этой горнице в единстве, единодушно молятся, и написано 120 мужей, не считая женщин, и они молятся, исходит Дух Святой, и они знают, что делать. Они не были растерянными, ну как нам церковь начинать, как нам служение начинать, потому что они пережили встречу с безначальным Дух Святой, сошел на них, и они вышли на улицу, стали говорить иными языками, они, вроде бы ты не понимаешь, что ты делаешь, но ты знаешь, что это надо делать. И Петр громким голосом начал проповедовать Слово Божие, и началась большая церковь. Почему? Потому что изменилось их восприятие, они не сидели потеряны, ой, что нам делать теперь, а как нам теперь жить? Мы исходили с Иисусом, он куда-то делся, и когда народ перешел в Иордан, вот нету столба облачного, нету манны, нету Моисея, как нам быть, как нам жить теперь? И Бог говорит, теперь вам надо научиться жить из видимого невидимым, вам надо научиться переживать личные отношения, вам надо научиться жить видением Божьим. И он, как бы видя невидимого, был тверд. Дорогие братья и сестры, я хочу сегодня, чтобы мы молились, я хочу попросить группу прославления, чтобы мы сегодня с вами молились о том, чтобы Бог поменял наше восприятие, чтобы Бог прикоснулся к нам, чтобы наше восприятие и отношение к тому, что есть в нашей жизни, оно поменялось. Наше отношение к церкви, к служению, наше отношение к служителям, чтобы оно изменилось, чтобы мы не жили этими видимыми вещами, но чтобы мы, как бы видя невидимого, чтобы мы переживали силу Духа Святого в наших жизнях, в наших судьбах, собираясь вместе, чтобы Дух Святой наполнял церковь, чтобы Дух Святой наполнял твою жизнь, чтобы ты знал, как тебе служить семье, чтобы ты знал, как тебе быть, служить на работе, чтобы ты знал, как тебе двигаться дальше, как Дух Божий говорит, как Писание говорит, как Его присутствие ведет тебя, чтобы мы двигались именно так. И Давид, он молился, слав, душа моя Господа, потому что он хотел, чтобы его душа, ее восприятие было изменено, потому что душа, она имеет такое свойство умывать. Став утром сегодня, возможно, ты переживал какое-то внутреннее уныние, ты переживал какое-то внутреннее состояние какого-то такого неверия, но когда ты приходишь в присутствие Божие, когда ты начинаешь встречаться с этим безначальным Богом, то Он начинает менять твое восприятие, отношения, и Бог хочет, чтобы твое восприятие и мое, оно было изменено навсегда. Когда я помню, однажды я ехал в церковь, в Дом Божий еду, зима, холодно, еду в пазике, в этом автобусе, он какой-то холодный, еще дверь не закрывалась, и окно, форточку никто не мог закрыть, я сижу, еду на служении внутри, и так вот, ну, как-то вот душа, она заунывала, и внутри голос, куда ты едешь? Я такой, куда-куда? На служение в церковь еду, куда? Такое, знаете, внутреннее состояние такое вот, ну, неправильное, душа, она что-то взяла вот, моего духовного человека, какие-то цепи оковы, и стало унывать, и как-то, потом опять внутри меня вопрос, ты куда едешь? Куда-куда? На служение всю жизнь вот, постоянно ездил, надо мне ехать на служение. И Бог начинает менять мое восприятие к церкви, и Он говорит, ты едешь домой, ты едешь не в церковь на служение, ты домой едешь, потому что ты вечность будешь проводить в этой атмосфере, всю вечность ты однажды закончишь свою жизнь, потому что человеческое начало придет, придет, написано, что мы переходим из жизни в жизнь, придет новое начало перехода из жизни в жизнь. А ты, ой, куда я? Так ты домой идешь, ты, ты всю жизнь 70 лет, а при большей крепости 80 лет шел этой дорогой домой. И ты пересекаешь эту, эту линию на земле финишная, а на небе стартовая. И ты пересекаешь, и ты приходишь домой. И Бог поменял это восприятие. Я еду, думаю, Боже, прости меня, что я вот ехал в дом Божий на служение с таким унылым сердцем. Я домой пришел, я дома, и Петр, и Яков, и Иоанн, давай сделаем трекущий, так тут классно. Бог поменял их восприятие, отношение к церкви, восприятие, отношение к служителям, восприятие отношения к служению. Как важно нам увидеть в малом большое. Аминь. Давайте поднимся наши ноги. Написано, верный в малом, верен во многом. Но вопрос не в том, что есть малое, вопрос в том, в Боге есть всегда большое. Группа порядка стоит. Вы думаете, это малое? Это большое в глазах Божьих. Но в нас иногда порой это мало. Когда Бог начинает обращаться к тебе, что-то сделать, послужить, в наших глазах порой, ну, что там помочь, помыть, обработать зал после служения. Ну, это же так, ну вот. А Бог говорит, для тебя малое для меня большое. Способность увидеть в малом большое – это перемена восприятия. Господь, я хочу делать для тебя великие дела. Начинай. Иди в группу порядка. Начинай. Служи людям. Молись за людей. Ободряй. Ты видишь, служение закончилось, человек унывает. Ободряй его. Это мало. Ну, в твоих глазах мало. В моих глазах это большое. Ты должен изменить, позволить Богу изменить восприятие. Аминь. Давайте будем молиться. Отец Небесный, мы поклоняемся тебе. Господь, мы благодарим тебя за 30 лет. Служение церкви. Мы благословляем наших пасторов. Мы благословляем всех служителей, всех, кто однажды. Господь начал то, к чему ты призвал однажды. Иисус, спасибо тебе за твое величайшее присутствие в нашей жизни. Спасибо тебе за церковь, которую ты создал врата, да не одолею. И я молюсь, чтобы прямо сейчас, Дух Святой, ты сходил на каждого брата, на каждую сестру. Сходи, Дух Святой. Изменяй восприятие, изменяй понимание, изменяй, Господь, нас изнутри. Мы не хотим быть прежними. Мы не хотим быть теми, кем были вчера. Мы не хотим, Господь Божий, быть теми людьми, Господь, чья душа уныла. Но мы хотим быть людьми веры и видения, как однажды Дух Святой ты сошел на своих учеников. И ты показал им великое видение, и три тысячи человек присоединилась в церковь в один день. Кейра, Лараде, Санта, Ларадей. Боже, меняй нас, изменяй нас изнутри. Славь душа моя, Господа. Начинай, душа моя, поклоняться Богу. Начинай, душа моя, славить Бога всем сердцем, всей крепостью, всем разумением. Субтитры сделал DimaTorzok